Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. 6 апреля 2023 года состоится ЗУМ, кампания кандидатов депутата Национального собрания Республики Западной Армении на армянском языке. Армянская идентичность – арабизированные армяне. Уроженцы Западной Армении – Вильям Саруян. Таманима Арцаха – Гарнакаш. Призываем СОВЭС ООН ввести гарантии для обеспечения нормальной жизнедеятельности в Арцахе. МИД Арцаха. Сегодня день рождения Хремян Айрика. Рекордный ракоцип «Песнь. Путь с души». Фильм, заложивший один из камней для нашего духовного возрождения. Избирательная комиссия Республики Западной Армения в рамках предвыборной кампании приглашает вас принять участие в конференции ЗУМ на армянском языке, которая состоится 6 апреля 2023 года. Тема конференции – геноцид, осуществленный против армян с 1894 года по сей день. Пятая предвыборная кампания состоится в 20.00 по парижскому времени, в 22.00 по ириванскому времени. Армянская идентичность – арабизированные армяне. Мало кому известно, что в годы геноцида в Западной Армении армяне, чтобы спастись от резни и ссылки, не только тюркизировались и стали курдами, но и арабизировались. Как и почему арабизировались армяне в Западной Армении, насколько сохранилось или забыто христианское и армянское самосознание? Какие отношения у них с тюркизированными курдами армянами? Несмотря на то, что арабизированных армян до сих пор отсутствуют как научные, так и художественные литературные источники, среди нынешнего поколения арабизированных армян в 1915 году и после этого были проведены исследования с целью выяснить ряд интересных и до сих пор неизвестных реалий, касающихся истории армян, продолживших жизнь в Турции путем исламизации и переживших 1915 год. Говоря об обстоятельствах арабизации армян, можно выделить два основных вида, посредством которых тысячи армян арабизировались. Первые армянские сироты, взятые под защиту и усыновление местными арабскими семьями в 1915 году, выросшие в этих семьях арабами-мусульманами, стали частью местного арабского населения. Вторые до 1915 года и после армяне, имея тесные контакты с арабами, войдя в число арабских аширетов в период геноцида и представляясь мусульманами, эти армяне смогли спасти свою жизнь и депортироваться с родных территорий. Полная статья доступна на нашем сайте. Уроженцы Западной Армении Вильям Саруян. Куда бы ты ни пошел, кричи Армения. Это было заветом родившегося и жившего в США известного американского писателя армянского происхождения Вильяма Саруяна. Он не писал на армянском, но был армянином во всей своей сути. Армянами были известные миру герои его произведений. Вильям Саруян родился в семье армянина, эмигрировавшего из города Багеш в Западную Армению во Фресну. В четырехлетнем возрасте лишился отца, некоторое время жил в приюте. Забота о семье вынудила юношу бросить школу и продавать газеты на улицах. Затем он стал курьером. Работа не помешала ему заниматься чтением, а также сочинять и писать небольшие рассказы. В 1993 году в бостонской еженедельной газете «Айреник» был опубликован его первый рассказ с подписью Сиряка Горяна. Первый сборник рассказов Саруяна «Отважный юноша на летящей трапеции» вышел в свет в 1934 году и сразу же принес молодому писателю признание. В 1939 году за пьесу «Время твоей жизни» Саруяну удостоился пулицеровской премии, но от последней отказался, мотивируя это тем, что торговля не имеет права спонсировать искусство, а государство не должно вмешиваться в литературу. Пулицеровская премия предполагала 10 тысяч долларов, то что для того времени было огромной суммой, а семья Саруяна была в нужде. В 1942 году Саруян был призван в армию. Для него война была величайшим злом человечества. Эта тема нашла отражение в романе «Человеческая комедия», по которому был написан одноименный сценарий и в 1944 году Американская киноакадемия присудила ему «Оскар». Полная статья доступна на нашем сайте. Село Гарнакар – одно из древних поселений Арцарской области Мецайка, в которых в древности входила в состав провинции Хачан и была резиденцией княжеского дома Галбакян или Прущан и Хасанян. В XII веке Гассан Джаландола женился на Мамкане, дочери копанского царя Грикория и унаследовал царский престол, но в 1666 году покинул осажденный турками царский престол и вернулся в Хачан. В XIII веке Закария Закарян подарил Галбакяна владение в Айодзоре и Арадской области, а Гарнакар со своей окрестностью остается Гассан Джалаляна. Старое село Гарнакар, известно сохранившимися с IV века хачкарами, находится в верхней части нынешнего села Гарнакар. Основная часть предков нынешних жителей села происходила из сел Арачадзор и Ванг. Жительница села Офелия Саакян рассказывает, преследуемые грязями Манги Закар Мелкум и Багдасар, услышав о доброте Хасан Ага из села Арачадзор, в 1751 году переехала из села Тох Гадруцкого района и обосновалась в селе Арачадзор. Мелхум, как находчивый человек, идет к астраханскому хану с просьбой. Астраханский хан отправляет поручение Гассану Ага, согласно которому село Гарнакар передается Мелкуму Кеха, после чего и основывается село Нор Гарнакар, где братья, приехавшие из села Тох, занимаются скотоводством и зеленделием. После смерти братьев наследником села Гарнакар стали сын Мелкума Марди, сын Манги Саркис, сын Закара Ванес и сын Багдасара Петрос. В 1911 году Гассан Джалаляны хотели присвоить село, но внук Мелкума Григорий и внук Манги Агабек подкупили губернатора, защищая свои права. Министерство иностранных дел Республики Арцах распространило заявление по случаю седьмой годовщины четырехдневной апрельской войны, развязанной Азербайджаном. В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив соглашение о полном прекращении огня и военных действий, от 1994 года предприняли широкомасштабные преступления против Республики Арцах, задействуя весь свой наступательный арсенал, включая танки и бронетехнику, тяжелую артиллерию и боевую авиацию. Апрельская агрессия в очередной раз разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому регулированию конфликта. Более того, безнаказанность преступных действий Азербайджана и терпимость международного сообщества к невыполнению им взятых на себя обязательств, по сути, подготовили благодатную почву и создали возможность для новых провокаций и агрессий Баку против Арцаха. В результате чего, через четыре года, 27 сентября 2020 года, Азербайджан при активной поддержке Турции и с привлечением международных террористических группировок, развязал новую широкомасштабную войну против Арцаха, оккупировав и подвергнув этническим чисткам значительную часть территории Республики Арцах. Еще раз призываем международное сообщество и, в первую очередь, Совет безопасности ООН предпринять незамедлительные и действенные шаги для предотвращения проводимой Азербайджана в отношении народа Арцаха политики этнических чисток и геноцида, до достижения всеобъемлющего регулирования конфликта, внедрить механизмы и гарантии, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в Арцахе. В этом контексте подчеркиваем важность международного признания реализованного народом Арцаха права на самопределение, что является необходимой предпосылкой для обеспечения его прав, безопасности и мирного развития. Правительство Западной Армении напоминает, что права коренных народов на самопределение было признано ООН 13 сентября 2007 года. Основываясь на этом, парламент Западной Армении признал право коренных армян Арцаха на самопределение, отметив, что Арцах является неотъемлемой частью Западной Армении, признанной в 1920 году. Сегодня день рождения 125-го католикоса армянской церкви, общественной духовно-культурного деятеля, интеллигента и писателя Макатыча I Ванэти Хремян Айрик. Родился 4 апреля 1820 года в городе Ван, Западной Армении. Учился в духовных школах Лим и Ктут Васпуракана. В 1842 году он обосновался в Константинополе. В 1854 году возведен в духовный сан Бартапета. В июне 1857 года был утвержден настоятель монастыря Варага Ванг, в котором основал семинарию. Хремян Айрик развернул активную деятельность по облегчению положения и противогнетения турецких курских ага, ограничению угнетения правительственных чиновников против армянских крестьян. Народ величал Макатыча Хремяна почетным именем Айрик. За однородную деятельность турецкое правительство посчитало его политически неблагополучным священнослужителем, сдокрыв основанную им школу и типографию. В 1868 году Хремян в Айчмиадине был рукоположен в епископы. В 1869 году Национальным собранием Константинополя был избран патриархом всех армян. Как патриарх выренились на обсуждение вопроса пересмотра Национального собрания национальной конституции, унетения провинциальных армян и вопросы выборов духовных вождей провинции. Как руководитель армянской делегации на Берлинском конгрессе заранее посетил государственных чиновников крупных держав Италия, Франция, Англия, Германия. Представил отчет с составным патриаршеством, выражая надежду разрешить армянский вопрос дипломатическим путем. Разочаровавшись от результатов, Хремян Айрик обратился к национально-освободительной борьбе. 26 сентября 1893 года был избран католикосом всех армян. Приложил большие усилия для обеспечения физического существования беженцев, спасшихся от резни и возвращения в родную страну. Культурный и интеллектуальный фонд «Ренессанс» представляет фильм режиссера Багия Янна «Песть. Путь души», снятый по мотиву песнопений средникового армянского поэта Григора Нарикати. Как сообщает Армен Пресс, зритель сможет посмотреть фильм 5-6-7 апреля в кинотеатре «Москва». Съемки проходили в армянских монастырях Армении. По словам творческого коллектива, Нарикати – вершина средниковой поэзии, загадочный поэт, чьими стихами началось возрождение в армянской культуре. Помимо пяти песнопений Нарикати в фильм вошли еще две средневековые, записанные комитасом. Авторы фильма отметили, что стихи армянского поэта Григора Нарикати сегодня актуальны, как никогда. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok